В преддверии Дня влюбленных Одесский зоопарк традиционно проводит конкурс «Пара года». Прогласовать вы можете на фейсбук страницы питомника за полюбившуюся вам пару. Ну а мы облегчим вам задачу и покажем номинантов этого года. Пары питомцев зоологического парка выбирали коллективно, рассказывают в зоопарке. Главными претендентами на номинацию были животные, которые уже успели обзавестись потомством. Среди питомцев название самой красивой пары – чумацкие быки, ламы, утки-мандаринки, зелёные мартышки и эублефары – маленькие ящерицы с большими глазами и широкой улыбкой. В зоопарке рассказывают, у каждого вида разный характер. Чумацкие быки – спокойные и уверенные в себе. Когда-то именно на этих валах чумаки перевозили соль. Ламы – гордые и ревнивые. А европейские муфлоны под вид горных баранов, наоборот, очень свободно чувствуют себя в зоопарке. Особенно нам приглянулись зелёные мартышки. Тут всё, как у людей, рассказывают в зоопарке. Оберегают семейный очаг и всегда с любопытством рассматривают посетителей. Утки-мандаринки – птицы яркого окраса, но скромного характера. А дружелюбные ящерицы-эублефары – активные и покладистые. У нас, к сожалению, пока мы не можем в силу карантинных ограничений проводить такие массовые мероприятия, праздников пока не делаем. Но, тем не менее, мы объявим и снимем ролик о том, как мы награждаем победителей. Для пары, которая будет признана символом, самая романтическая пара Одесского зоопарка в этом году, они получат праздничный обед. И уже рацион будет составлен в зависимости от вида, которому будет принадлежать победители. Мы это снимем и выложим в интернет. Как давно в зоопарке проводят этот конкурс, уже никто и не помнит. Он стал доброй традицией питомника. В прошлом году самой романтической парой стали львы, а финалистов этого года объявят уже 14 февраля. Пока одесситы выбирают понравившуюся пару, в зоопарке уже присматривают номинантов на следующий год. Ими могут стать редкие олени – китайские мунджаки. Всего пару дней назад у пары появился детеныш. Олененок чувствует себя хорошо, но пока редко выходит в свет. Олененку примерно дней 10 до двух недель мы точно не знаем, потому что позавчера мама его вывела первый раз. Мы знали, что он родился, но точно время мы не знаем. Мы стараемся поменьше вмешиваться в их дела. В домике он родился, и мама позавчера его вывела. Мы его первый раз увидели, сфотографировали. Вчера он выходил, несколько раз мама его выводила. Очень активный, он уже умеет прятаться, где-то камуфлироваться, как и положено. Умеет очень быстро бегать, я наблюдал, как мама побежала, и он за ней очень резвый. В зоопарке заждались посетителей. Долгие перерывы непогоды сыграли свою роль. Пока в силу карантинных ограничений питомник от массовых празднований отказался. Однако всегда рад принимать гостей. Татьяна Барумбей, Герасим Олесенков, телеканал «Репортер». Долгие перерываются.